Музей-заповедник Коломенска обладает одной из самых лучших и крупных коллекций изразцов в России. Она собиралась около ста лет. И сегодня часть этой коллекции приехала к нам в историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Коллекция включает в себя архитектурные и печные изразцы 16-го начала 20-х веков. Печь с древности была главной в доме и ее украшению уделялось особое внимание. Европейский вид изразца увидел и привез к нам из Голландии Петр Первый. Стал развивать их производство в России. Постепенно наши мастера выработали свой собственный стиль. Голландское изображение, у него две крайности. Оно либо крайне условное, очень простое, либо это чуть ли не картина. Да, мы выбрали что-то среднее. У нас, конечно, многообразие сюжетов, но при этом это что-то уникальное, не имеющее вообще аналогов. Сюжет и психологизм – главные особенности русских изразцов. Человек, изображенный на них, плакал, смеялся, грустил, злился. Они словно говорят с нами эмоциями и символами. Здесь не просто человек, а здесь царь Петр едет. По-моему, да, похож. Да, похож. Это он и есть. И Петр, который едет верхом на льве, на самом деле символизирует победу над Швецией. А, вот как. Да, это аллегория. Поскольку лев – это герологический символ Швеции. Вот Петр его обуздал. Оседлал. Оседлал, едет, покуривает трубочку, так очень непринужденно. А лев, вот, конечно, там весь такой вот злится. Изразцы более позднего времени отличаются профессиональными изображениями, соблюдением пропорций, сложными композициями. Это, ну, совершенно точно, в деле, персональные художники. В том числе, например, сохранился прайс на роспись изразцов, из которого мы знаем, что, например, изразцы с людьми, где надо писать лицо, они стали гораздо дороже. Ничего себе, да. Уже это сложнее, значит, так уже. Да. Вот, ну, мы видим, конечно, уже разнообразие сюжетов. Насладиться красотой этих старинных рисунков на изразцах в выставочном зале музея-заповедника Пушкина в Веземах могут все желающие до начала июня. А более подробно о ней вы сможете узнать в программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...